Всем привет, меня зовут Игнатов Олег, а это Viper и Viper Ultimate, самые лёгкие мыши по версии Razer. Проводная и более навороченная беспроводная, которую, кстати, мы разыграем под этим видео. Условия чуть позже. У каждого производителя мышек есть лёгкие модели, но даже на их фоне эти две одни из самых лёгких, по крайней мере среди моделей закрытого типа. Есть, конечно, варианты с перфорированным корпусом, но далеко не всем нравится перспектива выковыривать мусор из дырявой мышки. В общем, то отдельная категория. Облегчение игровых мышей – тренд, которому последовали почти все уважающие себя производители. Кстати, напишите, какую мышь предпочитаете вы – лёгкую или тяжёлую, и на какой сенце вы играете. Чем же хороши лёгкие мыши? Во-первых, масса влияет на усталость кисти руки и, соответственно, на продолжительность игровой сессии. Особенно, если говорить о соревновательных шутерах, под которые и заточены эти две мышки. Во-вторых, чем легче масса, тем меньше инерция при резких движениях. Это значит, что у прицела меньше шансов проскочить мимо цели, а у мышки – вылететь из руки. Особенно вес критичен для беспроводных моделей, у которых часть массы составляет элемент питания. Но когда первый раз берёшь в руки Viper Ultimate, невольно начинаешь искать отсек для батареек. Кажется, что внутри корпуса вообще ничего нет. Масса обычной Viper всего 69 грамм, без учёта провода. А беспроводной Viper Ultimate – 74 грамма. По ходу видео мы будем сравнивать две эти модели. Не знаю, что они там нашаманили, но на дополнительные 5 грамм внутри поместился аккумулятор на 70 часов работы без подсветки, радиомодуль, контактная площадка для зарядки на пьедестале и более навороченный сенсор. Подсветка, если что, тоже есть в обеих моделях. Интересно, сколько грамм ещё можно было бы выиграть без неё? Но Razer не были бы собой, если бы не запилили RGB. Подсвечен только логотип, который в выключенном режиме абсолютно не виден. Обе мыши хорошо сбалансированы, хотя при такой массе там просто нечему перевешивать. Размеры средние, форма удобная, симметричная. Подходит для ладонного и пальцевого хвата. Боковины прорезиненные, благодаря чему мышь из рук не выскальзывает. Остальная часть корпуса из практичного матового пластика. Отпечатки на нём не остаются. В комплекте с Ultimate есть пьедестал, к которому мышь примагничивается для зарядки. Он тоже с RGB-подсветкой. На нём же есть USB-разъём, куда вставляется приёмник мыши для лучшей связи. Если что, её можно заряжать и по проводу во время игры. В остальном кажется, что это две капли воды. Правда, отличия всё-таки есть. И главное – внутри. В обычной установлена модификация оптического сенсора Pixar 3390 с разрешением 16000 dpi. С Ultimate упоролись ещё больше и поставили оптический сенсор 20 000 dpi. Кажется, это рекорд. Razer называет его Focus Plus. Он разработан совместно с Pixart. Поддерживает скорость слежения до 650 дюймов в секунду и ускорение до 50G. Высоту отрыва можно настраивать от 1 до 3 мм. Тут же снизу видно ещё одно отличие – разные ножки. У Ultimate они меньше, но толще. Хотя кажется, что скользят они одинаково хорошо. Кнопки переключения dpi в обеих моделях вынесены на днище. Там же находится цветной индикатор. В плане удобства решение спорное. Всего есть 8 программируемых кнопок. Боковые расположены зеркально и случайно не нажимаются. Основные отделены от корпуса, имеют углубления для пальцев. Под ними установлены оптические переключатели Razer с ресурсом 70 миллионов нажатий. По идее, в силу особенностей оптических переключателей, дабл-клик исключён в принципе. Нажатие средней жёсткости. А вот колесо с отсечкой и достаточно тугое. Запись макроса в настройке кнопок, сенсора и подсветки происходит в софте Synapse 3. Всё организовано удобно и приятно. Единственное, огорчает, что вся эта красота весит 400 мегабайт. Но если что, мышки имеют встроенную память для хранения профилей и могут работать с нужными настройками и без софта. Кстати, высоту отрыва по умолчанию можно регулировать только в Ultimate. Но если для обычной в настройках указать игровую поверхность Razer, то такая опция становится доступной и для неё. Понятное дело, что коврик при этом может быть любой. Например, я тестировал на игровой поверхности Navi. Это красивый ковёр непонятного формата. Для мышки много, для клавиатуры с мышкой мало. Разницу в отзывчивости между проводной и беспроводной версиями я не заметил. Передача радиосигнала в Ultimate идёт с применением фирменной технологии HyperSpeed, обеспечивающей отклик, как у топовых проводных мышей. Провод у обычной Viper в тканевой оплётке. Очень мягкий и послушный. Легко скользит по столу и не имеет эффекта памяти. Длина 2 метра 15 сантиметров. Несмотря на скромную массу, качество сборки отличное. Материалы добротные, никаких люфтов, хрустов или дребезжаний. Из недостатков только цена. Хотя для таких продуктов, независимо от бренда, она будет высокой. Если подытожить, на данный момент это одни из самых интересных мышей у Razer. Чувствуется внимание к деталям. И желание компании выйти на новый для себя уровень. Теперь условия конкурса. Чтобы получить вот эту мышь, нужно быть подписанным на наш канал. Открыть свои подписки на время розыгрыша. Поставить лайк этому видео. И самое главное, указать правильную сумму чисел, которые были на этих кубиках. На протяжении всего видео. Важное уточнение. Приз мы отправляем только по Украине. Ну а чтобы другие не списывали, можно указывать неправильные ответы. Которые в конкурсе не будут участвовать. Но помогут запутать других. Результаты мы объявим через 2 недели в наших соцсетях. И ответим на коммент победителя. Кстати, вторая мышь будет разыгрываться в нашем фейсбуке. Так что смотрите на ссылки в описании. Переходите и подписывайтесь. Спасибо, что посмотрели это видео. Если понравилось, ставьте лайк. Пишите, сколько весит ваша мышь. И до новых встреч.